Динамика рынка кредитования в Великобритании приятно удивила инвесторов и повысила интерес к фунту стерлингов. Оказалось, что в августе было одобрено не 69 тысяч ипотечных кредитов, а 84 700. Августовские данные оказались лучшими за последние 12 месяцев, то есть даже за то время, когда еще ни о каком коронавирусе речи не было. Так что британские банки вновь активно выдают ипотечные кредиты. Самым же важным во всем этом является то, что рост кредитования говорит о росте потребительской активности, без чего невозможно говорить о восстановлении экономики. Судя по всему, умеренный оптимизм в отношении европейских валют будет сохраняться до момента публикации предварительных данных по инфляции в Германии, что может намекнуть на содержание завтрашнего отчета по инфляции для всего региона с обращением евро. Что мы видим на графиках? Пара евро-доллар в период минувшего дня сумела на время перебороть нисходящий интерес, в результате чего возникла коррекция в направлении локального максимума от 24 сентября на отметку 1,1686. Участники рынка, как и прежде, находятся ниже границ семинедельного бокового канала под нижней границей 1,1700, что считается хорошим сигналом для нисходящего развития в среднесрочной перспективе. Анализируя текущий торговый график, можно увидеть колебания цены в пределах диапазона между отметками 1,1665 и 1,1690, где активность на время снижена. Можно предположить, что коррекционный ход цены в скором времени завершится, где роль сопротивления сыграет один из двух возможных координат либо 1,1690, либо 1,1720, где на истории наблюдали закономерные остановки цены. Альтернативный сценарий будет рассматриваться в случае продолжительного удержания цены в районе 1,1720, так как это может привести к наиболее значительному коррекционному ходу вверх к отметке 1,1780. Пара GBPUSD завершила процесс трехдневного накопления активным всплеском длинных позиций, что привело к формированию технической коррекции относительно локального минимума на 1,2674. Изменение рыночного настроя в виде технической коррекции считается временным явлением и связано это лишь с тем, что это очень высокая скорость была изменения котировки с начала сентября. Обновление локальных минимумов и пробой контрольного уровня 1,2770 считается неоспоримым фактом, что в перспективе может привести к еще более внушительному снижению курса фунта стерлинга. Анализируя текущий торговый график, можно увидеть переменное колебание цены в верхней части коррекционного хода. В качестве временных границ служат значения 1,2825, 1,2885 и 1,2910, где для возобновления нисходящего интереса котировке необходимо зафиксироваться ниже, чем 1,2820, и это может привести к движению цены в сторону значений 1,2770 и 1,2700. В противном случае колебание цены на пике коррекционного хода наверху может затянуться еще на несколько дней. На этом у нас пока все, мы продолжаем следить за развитием ситуации на финансовых рынках, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. До встречи!